Великой Отечественной войны В 50-х годах XX века ее полностью разрушили. И только совсем недавно археологи обнаружили фундамент церковной колокольни. Именно он может стать главной достопримечательностью храмового комплекса, который планируют здесь воссоздать. Проектом будет предусмотрено, здание и церкви, и колокольни будут находиться на тех же местах, где исторически они существовали. И фундаменты колокольни будут накрываться каким-то саркофагом бетонным, где можно будет спуститься и посмотреть эти фундаменты там, которые остались. Аутентичные фундаменты. Да. Свято-Покровская церковь будет действующей. Кстати, вполне возможно, что недалеко от нее появится и костел Святого Антония, который когда-то стоял на самом берегу Днепра. Мы с вами находимся на том месте, где до 50-х годов 20-го стагодия находился Могилевский костел Святого Антония и кляштер монаху Бернардинову. Костел Святого Антония был побудованный на территории Покровского посаду не где так само в 16-17 стагодии. Как и Свято-Покровскую церковь, этот католический храм разрушили в 50-х прошлого века. Сейчас архитекторы рассматривают возможность его воссоздания. Здесь есть такие предложения, чтобы воссоздать в том виде, какой костел существовал, возможно, найдется какой-то инвестор. Были такие различные предложения, возможно, сделать там типа какого-то органного зала, чтобы могли бы собираться. Но это пока перспективные мысли. В этом же районе планируется строительство двух-трехэтажного жилого квартала в стиле Могилево-Губернского с небольшими гостиницами, кафе, ресторанами и магазинами. Все это в комплексе с будущим городским парком обещает стать одной из главных туристических зон нашего города.